Всем привет, дорогие друзья! Триненько не выходил новый выпуск новостей Minecraft, поэтому я решил записать что-нибудь новое и собрал интересную информацию. Также, не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте, заходите и оценивайте, ссылка будет в описании. Итак, а что сегодня нас ждет? Новый снапшот и данные из него. Да, это единственная интересная тема. Что ж, тогда поехали! Итак, первое. Новый моб Полярный ведмедь. Детеныши этого моба мирные. Взрослые медведи нейтральны, если вы первые на них не нападете. Также, если вы ударите малыша, то взрослый медведь нападет на вас. Спавнится в тайге и остальных зимних биомах. Впечатляет огромный урон этого моба. Еще один новый моб, это скелет с белыми глазами. Его еще называют скелетами Херебрина. Будут ли эти скелеты чем-то отличаться от обычных, или это исключительно визуальное, узнаем позже. Моб стреляет с замедленными стрелами. В том числе, изменились и деревни. Теперь в игре будут новые типы. Они будут появляться в тайге и в саванне с новыми типами блоков. То есть, все будет отвечать саму биому. Еще один агрессивный моб, это Хаск. Спавнится в сухих и жарких биомах. Действует как зомби. То есть, ничем не отличается. Такое же тупорывое чмо. Также, этот моб может давать нам эффект голода на целых 13 секунд. Если зайти в меню настроек, то можно заметить кнопку автопрыжка. Правда, она еще пока не функционирует. Так как, когда я вышел из меню, то она не работала. Что ж, будем ждать следующих снапшотов. В игру добавили 4 новых блока. Давайте мы их разберем. Первый блок, это блок Магбы. Появляется в аду. Если на него наступить, то можно загореться. Следующий блок, это блок декоративного адского камня. Крафтится он из адских семен. И служит как декорация. Блок адских кирпичей служится в качестве декорации. Блок ослой муки служит как хранилище. Можно идти под землей в качестве структуры. И это все на сегодня. Не забывайте заходить в группу ВК и на сайт. С вами был я, Игорь Хантер. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok